Загорный дом выглядит эффектно и привлекательно, когда территория вокруг облагорожена зеленым, ровным, аккуратно постриженным газоном. Травой засаживают пространство между клумбами, дорожками вокруг садовых деревьев, беседок и бассейна. Правильно посаженные лужайки не требовательны в уходе и подчеркивают красоту остальных элементов ландшафтного дизайна. Давайте разберемся, как сеять газонную траву на участке, какие покупать семена и как правильно ухаживать за газоном, чтобы он был красивым и стойким. При всей простоте посадка газона довольно сложное дело. Первый этап это выбор семян. Важно подобрать их таким образом, чтобы они подходили под наш климат. Подписчик нашего инстаграма верно заметил, что важно обращать внимание на их устойчивость к погодным условиям. Европейские семена ориентированы на более мягкий климат, обладают лучшей всхожестью, но живут недолго. Когда лучше сажать, какие бывают виды газона и где купить? На все эти вопросы нам поможет ответить приглашенный эксперт-ландшафтный дизайнер Анна Руденко. Здравствуйте, Никита. Расскажите, пожалуйста, когда лучше производить посадку? Посадку лучше производить в теплое время года, когда температура достигнет 15-18 градусов. Это оптимальное время посадки, потому что не очень жарко, семена хорошо себя чувствуют, хорошо прорастают, почва достаточно еще влажная, они быстро набухают и идут в рост. Если много дождей, то семена просто смоют водой, образуются лужи, образуются неровности и газон будет некрасивее, когда взойдет. Ветреная погода также не подходит для посева семян, потому что ветер сдувает все семена и просто газон зайдет у вас на территории другого участка. А какие виды газонов бывают? Газон бывает несколько видов. Первый вид газона – это декоративный газон, он еще называется партерный. Это наиболее декоративный вид газона, в его составе присутствует, как правило, моносмесь, это какой-то один вид газоны травы. Такой газон очень требовательный в уходе, он не выносит засухи, не выносит вытаптывание. Его нужно часто поливать, постоянно подкармливать, и только тогда он будет очень хорошо выглядеть. Следующий вид газона – садово-парковый, он менее прихотливый, чем партерный, он выносит небольшое вытаптывание. Такой газон, как правило, часто сеют дачники на своих дачных участках. Еще один вид газона – спортивный газон. В спортивном газоне используют специальную травосмесь, которая устойчива к вытаптыванию. Этот газон, конечно, менее красивый, чем все остальные газоны, но он выполняет свою основную функцию. По нему можно прыгать, бегать, играть в футбол, играть в бомбинтон, он отлично подходит для детских площадок. Еще один вид газона – луговой, так называемый луговой газон или мобританский газон, его еще иногда называют. В его состав входят, помимо газонных трав, семена однолетних либо многолетних цветов. Такой газон очень красив во время цветения, но, к сожалению, цветы отцветают, и после этого газон приобретает очень неряшливый вид. Поэтому после отцветания его необходимо скашивать. Хорошо. А где купить? Не так важно, где купить, как важно, что вы покупаете. При покупке необходимо обращать внимание на сортовой состав смеси. Важно, чтобы в составе было три газонных травы. Это мятлик луговой, полевица тонкая и овсяница красная. Эти три злака дают прекрасную схожимость и хорошее качество газона. Часто производители добавляют в газон еще один злак – райграсс. Вот именно он и дает выпады большие по весне, большие желтые пятна. Этот злак хорошо зарекомендовал себя в европейской части, но для условий России он не подходит. Он дает красивую картинку зеленую, быстро всходит, но очень часто выпадает по весне на следующий год. Мы уже очистили участок от мусора, теперь пришло время взрыхлить площадку. Основная задача – это взрыхлить почву на глубину 20-25 см, на не менее 15 см. Газонная трава любит полудородную почву спаж около 5-6, поэтому не забудьте о выравнивании кислотности и внесении удобрений, которые подбираются индивидуально. Все необходимое удобнее внести перед пахотными работами, так удобрения сразу перемешиваются с почвой и рыхлить повторно не потребуется. Модокультиватор Denzel очень хорошо справляется с этой задачей. Чугунный редуктор и корпус КПП, в котором установлено дисковое сцепление. Дисковое сцепление отличается надежностью, большим ресурсом и низкими потерями при передаче крутящего момента от двигателя на колеса или фрезы. Вал отбора мощности позволяет подключать разнообразную активную навеску. Датчик низкого уровня масла защищает двигатель от повреждений. Регулятор оборотов и выключатель зажигания расположены на ручке управления перед оператором. Усильная рукоятка-бампер для комфортной транспортировки. Особое внимание следует уделить тому, чтобы комья на всю глубину обработки были равномерно раздроблены. Максимальный размер комка при этом не должен превышать размера пшеничного зерна. В некоторых случаях для этого требуется провести трехкратную обработку. Ну и после этих операций по перекапыванию и рыхлению земли еще рано приступать к посадке семян. Рекомендуется первым делом решить вопрос с сорняками, семена которых есть в верхних слоях грунта. Как известно, перекапывание земли всегда затем сопровождается буквально взрывным ростом сорняковых растений, и этим стоит воспользоваться. Именно поэтому существует оптимальный алгоритм. Первым делом перекапываем и рыхлим землю, дожидаемся роста сорняковых растений, обрабатываем их по зеленой массе гербицидом, прокатываем катком участок, проводим поверхностное рыхление и посадку семян. Сегодня мы выполнили первый этап по подготовке почвы к засеиванию. Следующим шагом будет удаление оставшихся сорняков, выравнивание почвы с последующей ее укаткой и уже засеивание семян. Для этого вернемся сюда через две недели.